Дай почитать. Это уже седьмое издание, дополненное новыми историями. Среди авторов Александр Цыпкин, Нарине Багарян, Евгений Чеширко, Михаил Шахназаров и другие сочинители. Практически все рассказы строятся по признакам рождественских или святочных рассказов. Этот литературный жанр отличает хронологическую приуроченность. Это такая календарная литература, и наша книга – это все-таки конец года, подведение итогов, загадывание желаний, предновогодняя суматоха, украшение елки, покупка подарков, планирование новогодней ночи, ожидание каникул. Но главное – все же это ожидание чуда, осуществление мечтаний, предощущение волшебства. Поэтому в каждом рассказе присутствует необходимый этому жанру признак – наличие элемента чудесного. Но главное – это особое мировосприятие, вера в существование щедрых, бескорыстных, милосердных людей и непременной победы добра и света над злом и тьмой. Незабываемыми для меня лично стали два рассказа. Первый – Марии Артемьевой, Майка и Тасик, о двух неподражаемых, юморных, любящих друг друга пожилых людях. Ведь о любви, как мы помним, все возрасты подвластны. Особенно глубокой любви и испытанной временем. Нежная и смешная история. И второй – чудесный рассказ Ольги Лукас «Лапа ищет человек», о коте, которого хозяева оставили в клинике, кошачий лекарь, за четыре дня до Нового года. Чудесные диалоги двух котов «Лапы» и «Подарк» умиляют и трогают душу. Кот Лапа – счастливец. Он узнал, что на свете все-таки существует его человек. Им оказалась Катя, просто влюбившаяся в британского Веслоухова сразу. Сборник рассказов «Мандарины не главное» сделал свое дело. Победил осеннее слякотное настроение и наполнил сердце ожиданием новогодних праздников, где с особой силой веришь в человеческую доброту и щедрость судьбы. И да, я тут же побежала и купила на елку двух чудесных кроликов. А вы, дорогие слушатели, 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok